Всем привет, ребят! Ну что, вот пришло время ответить на ваши вопросы. Погода сегодня, к сожалению, ужасная. У нас идёт дождь в Чехии, поэтому снимаю с нашей квартиры, с нашей комнаты. Будем вести эту трансляцию, так сказать. Вкратце расскажу, почему появилась такая идея. Хотел изначально провести с вами онлайн-трансляцию, но так как у нас очень мало времени, и все субботы рабочие, и воскресенье один день выходной, поэтому не получалось провести эту трансляцию. Плюс ко всему, я думаю, у каждого есть свои дела. Поэтому решил записать в это видео, записать ваши вопросы, так сказать, поучаствовать с вами в таком маленьком эксперименте, чтобы задействовать вас и задействовать ваши вопросы к нам. Ну что, предлагаю начинать. И первый вопрос, который был написан от... У меня тут шпаргалочка, маленькая, я буду читать с этой шпаргалочки. Все вопросы записаны, поэтому... Первый вопрос от Код Рих, подписчик. Как сработает для пара? Как сработает для пара? Ну, в принципе, мы пара с Алиной, мы приехали сюда вместе работать. Работаем, в принципе, как и на первом заводе, как и на втором, и на третьем заводе, работаем вместе. Но что это означает работа для пар? Есть разные процессы. Для девочек, как правило, это легкие процессы, но чуть легче, чем у мужчин. Если брать тот же, допустим, завод Фауреца, на котором мы работали, то можно сказать, практически одинаковые были процессы, что у девочек, что у мальчиков. Единственная там была легкость у девушек, это в том плане, что детали были легче. Если брать Идеал, завод, на котором мы работали первый раз, то там вся суть была в том, что мужчины стояли на более сложных процессах, опять же, девочки работают на более легких процессах, там такие, как проверка там уже готового изделия, то есть это уже окончательная там проверочка, визуалка так называемая. На нынешней работе, где мы работаем, тоже на Митсубиши, то здесь уже, опять же, бывают такие процессы, которые делают все абсолютно одинаковые, в зависимости от того, на какой линке вы работаете. Есть такие нюансы, что мальчики работают на других линиях, девочки на других линиях. Но, как правило, ходят все в одну смену, то есть семейная пара работает вместе. Вместе просыпаемся, вместе обедаем, завтракаем, и так дальше. Бывает такое, конечно, что если требует какая-то из линий, там кого-то из сотрудников, то могут разделить пару, то есть здесь ничего страшного нету, просто идем на ту линку, там работаем, и в принципе идем потом просто у каждого свой график по обедам, перерывам, перекурам и так далее. То есть, в общем, что хочу сказать, сложного здесь ничего нету, на самом деле. Работать будете вместе, ходить на дни смены, опять же, вместе, но это все зависит, опять же, от вашего работодателя, от вашего места работы, какие условия на вашей работе будут требоваться от вас, или, в общем, от пары. Поэтому, так сказать, может попадаться такое, что будете работать вместе, прямо на одной линии, прямо друг возле друга, может такое быть, что будете работать по разным линиям, видеть друг друга будете в одну смену, может быть такое, что и в разные смены. Поэтому это все зависит, в первую очередь, от вашего места работы. Второй вопрос же от этого подписчика, трудоустраивает ли бесплатно вообще, либо какая адекватная на сегодня цена трудоустройства? Ну, скажу так, так, по первому, так сказать, по первой части вопроса, да, трудоустраивают, в принципе, бесплатно. Была даже у меня, ну, мне попросили меня сделать бесплатную вакансию, там, прорекламировать. Как, в принципе, это все выглядит? Мало, на самом деле, таких агентур, это либо новые агентуры, которые начинают развиваться, так сказать, в этом, в таком бизнесе своем, либо, опять же, очень сильно требуется какому-то определенному предприятию, там, большое количество людей, и нужно в короткие сроки это все сделать. Ну, опять же, этого, честно скажу, ребят, очень мало, таких вакансий. Как правило, в любом случае, там какая-то оплата есть, ну, бесплатная и есть. В частности, опять же, вот наш подписчик, есть Роман, Роман, привет, если смотришь, который приезжал на завод Митсубиши, он нашел все сам. Он сам написал на почту, ему дали добро, то есть, я не знаю, конечно, по времени, пускай он даже, Ромка, напишешь, если что, в комментариях, под видео, сколько реально времени тебе потребовалось для того, чтобы ты нашел эту вакансию, сколько было отказов, то есть, это, на самом деле, такая длительная процедура, и там, это нужно запастись реально временем. Я, честно скажу, ну, я не такой человек, я не буду, ну, тоже не буду, я, мне проще заплатить деньги и поехать, ну, гарантированно, опять же, если я буду знать, уверен, 100%, что все будет круто, конечно, это все хотят, такой вариант, чтобы был гарантированный, 100%, чтобы не было никакого кидалова, то и мне проще заплатить. То есть, мы так, в принципе, сделали, первый раз, мы так сделали второй раз, когда получали рабочую карту, я не стал ждать никаких коридоров, я не стал ждать, там, какой-то бесплатный, там, вариант вакансии, там, бесплатный вариант, возможности, там, получения рабочей карты, мы узнали, мы узнали, что есть такая возможность, нам предлагали сначала за полторы тысячи евро, там, за две тысячи евро сделать, понятно, что это цены, конечно, космические, неподъемные, даже на данный момент, вот, нашли более дешевый вариант, рискнули, и, в принципе, мы здесь, то есть, мы ни о чем не жалеем сейчас, что мы так сделали, мы эти деньги уже давным-давно отбили, вот, и, ну, я, у меня такое мнение, ребят, то есть, я заплатил, я поехал, слава богу, что все получилось классно, я понимаю, что есть такие варианты, что не всегда получается, там, заплатить деньги, гарантированно попасть на то место, на которое обещают, ну, то есть, здесь это такая уже, знаете, бизнес-политика, нынешнего, как бы, украинского сопровождения, плюс чешского, все на всех зарабатывают, это, к сожалению, так, ну, без этого, никуда не денешься, вот, но бесплатное трудоустройство есть, опять же, пишите напрямую работодателям в Чехию, есть чешские сайты, есть чешские порталы, где требуются работники, единственное, конечно, что минус, это сразу не отвечают, это может быть месяц, два, три и полгода, поэтому, но есть, их мало, но есть. Следующий вопрос, опять же, от этого подписчика Кодрих, реально ли откладывать 600-700 евро для работяги без квалификации в месяц с вычетом всех расходов? Ну, в принципе, здесь так скажу, реально, да, реально 600-700 долларов, на нынешний момент курс доллара в Чехии 23,8, то есть, получается, 1000 долларов 23 800 крон, это получается 600-700 долларов, это 14-16,5 тысяч крон. Конечно, все зависит от того, какая у вас зарплата, если вы работаете официально, допустим, и только начали работу на каком-то из предприятий, например, на той же Фауретси, там, либо на той же Шкоде, на Шкоде, честно, я не готов сказать, какая там стартовая зарплата, но, как правило, все стартует от 18 тысяч, то минус 3 тысячи на еду, жилье, как правило, предоставляется, там, по минимальным вычитам, от 1000 крон, 2000 крон, то есть, считаем, если вы, грубо говоря, получаете чистую ставку, 18 тысяч, минус 3 тысячи на еду, это у нас 15 тысяч, остается, и минус там 1000, пускай, это будет 14 тысяч, это как раз ровно 600 долларов, грубо говоря, выходит на данный момент, это, опять же, если просто питаться, и жить в общежитии, если же вы будете, конечно, снимать жилье, сейчас пойдем дальше, там много вопросов по поводу этого, то здесь, конечно, не хватит этих денег, и, соответственно, я вам так скажу, 18 это старт, с которого мы начинали, допустим, опять же, у нас была зарплата 16, у нас получалось, в принципе, откладывать и по 500 долларов, да, можно было спокойно это делать, опять же, жить в общежитии, сейчас в среднем получаем, в районе 20 тысяч крон зарплату, там плюс-минус, в зависимости от месяца, в зависимости от количества отработанных часов, и опять же, в зависимости от условий труда, если вы работаете на агентуру, работаете по трехмесячной визе, и работаете много часов, те же 250, 300, то там можно откладывать и по штуке евро, ну, у нас, в принципе, так получалось на первой работе, на трехмесячной визе, работали много, получали много, откладывали много, Если вы шопоголик, любите тратить деньги на продукты, любите вкусно, хорошо покушать, хорошую еду, плюс ко всему любите хорошо одеться, поехать погулять, выпить дорогого какого-то пива, либо какого-то элитного алкоголя, но тут, ребят, конечно, уже не знаю, сможете вы отложить те же деньги, которые хотите откладывать каждый месяц. Но все зависит в реальности от вас. Поэтому тут такой вопрос, я скажу так, можно. Реально можно откладывать и, в принципе, нужно это делать. Все зависит от ваших целей. Следующий у нас подписчик Алекс Чехоман. Хотелось бы узнать, вкусное ли в Чехии пиво? Ну, скажу так, пива здесь очень много. Не зря Чехия это такая пивная столица, как, в принципе, и Германия соседняя. Попробовал много пива, если брать в сравнении с Украиной. В Украине в основном пили живое пиво на разлив, бутылочное старались меньше употреблять, потому что не совсем хорошее качество. Так скажу, по качеству пиво здесь реально хорошее все, независимо от того, какая ценовая политика. То ли это 6 крон за банку, допустим, либо это будет там 25 крон за банку, либо 40. Пиво реально будет классно, и каждый для себя найдет здесь хорошее пиво под свой вкус, так сказать. Какое пиво мы сейчас пьем? Если брать банку и бутылку, это здесь полюбилось, не знаю почему. В Украине ни разу мы его и не пили. В принципе, черное пиво, темное, козел черный. В банках, в бутылках. Реально вкусный. Вкусный он и на разлив. Он вообще другой вкус. Такой специфический, полусладкий. Ну, не знаю, это нужно реально попробовать. На данный момент это наш фаворит. Недавно попробовали пиво, которое здесь варят непосредственно в самой Чехии. Ну, в принципе, как и в Украине, тоже есть пивоварни. Пиво вообще другого вкуса. И, честно скажу, в них здесь отличается по названиям. В конце названия пива есть цифра. Там 10, 11, 12, даже 15-ки есть. Это крепость пива. Чем выше цифра, тем крепче пиво. То есть, можно так сказать, общались с местными жителями. 2-15-ки выпить и все, уже можно ложиться спать. Честно, не пробовали. Но мы попробовали вареное пиво. Полутемное, полутмавое оно здесь называется. Это что-то между светлым и черным. Очень классное пиво, реально вкусное. Ну, и хмель такой приличный, так сказать. От него пьянеешь очень тоже быстро. Вот. Поэтому, ребят, по пиву здесь каждый найдет себе все, что хочет. Пробуйте реально, кто любитель этого продукта, пробуйте все, что вам нравится. И смотреть даже не надо. Если у нас там, ты смотришь на ценники, понимаешь в Украине, что дешевое пиво, значит, там вообще какая-то вода непонятная. То здесь такого нет, на самом деле. И по ценовой политике было такое, что пробовали. Ну, просто ради интереса взяли там банку по акции. Там была цена 12 крон, а так по акции минус 50, было по 6 крон. Думаю, это вообще какая-то вода продается. Попробовали нормальное пиво, абсолютно легенькое, без проблем. То есть можно пить без всякого. Поэтому по пиву, еще раз, так сказать, резюмируем наш вариант, наши вкусовые качества. Бутылка, банка, это козел черный на разлив, полутемное, ну, тоже либо козел черный, либо полутемное какое-то вареное пиво. Следующий вопрос. Алина Сатова. Работа для пар и съем квартиры. Ну, работу для пар, в принципе, я уже озвучил. Там все, опять же, стандартно, в зависимости от условий работодателя, как правило. Жилье, сразу скажу для пар, это будет, естественно, вот мы сейчас тоже, нам предоставляет жилье фирма, то мы живем вместе, не раздельно. И, как правило, все едут. Есть, конечно, случаи, когда говорят, что сначала да, едем вместе, а по итогу приезжаете, расселяют. Там жилье отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Там у нас такая ситуация была, буквально на неделю, там, ну, это, опять же, это формальности, условия такие, которые потом решаются. По съему квартиры. В Чехии квартиры можно снимать и можно зарабатывать даже те же 20 тысяч крон, допустим, если вы зарабатываете в среднем. То по съему квартиры, скажу так, в зависимости от того, где вы хотите ее снимать. Чем ближе к столице, можно сказать, тем дороже, это неправильно. Столица дорогая, да. В Праге квартиры начинаются однокомнатные, опять же, не супер-мега-ремонт, самые обычные, простые. И, если брать, опять же, с Харьковом, беру, сравниваю, ребят, не буду брать всю Украину, потому что не знаю ценовую политику, где, в каком регионе, как, поскольку сдаются квартиры, по каким условиям. Мы снимали в Харькове квартиру год назад за 4,5 тысячи гривен, ну, плюс платили за свет, плюс платили за интернет, это все, естественно, от ваших расходов. 4,5 тысячи. Сейчас квартира стоит, опять же, друзья снимают, общаемся, там, в районе 5 тысяч, однокомнатная квартира гривен. Ну, и плюс там вода, плюс свет. Нет, здесь квартира стартует, если берем конкретно Прагу, можно найти от 8,5, таких, конечно, цен, наверное, сейчас нет, это больше уже пригород, где-то 10-12 тысяч за однокомнатную квартиру. Единственное, что здесь в эту сумму уже входят эти поплатки, так сказать, за коммунальные услуги. Но, опять же, заключается изначально договор с вашим хозяином, то есть, в котором будет прописано, на каких условиях вы снимаете жилье. Как правило, договор рассчитан на один год, вот, и там уже указано, за что, то есть, оплачиваете вы, что оплачивает он и так дальше. Вот, а по пригороду, я вам так скажу, ну, вот мы живем в районе 40 километров от Праги, в нашем городке. Квартиры однокомнатные стартуют от 8,5 тысяч крон за месяц, это уже со всеми поплатками, так сказать. Двухкомнатные в районе от 10 до 12 тысяч, в зависимости от ремонта. Трехкомнатные от 12 и выше. Квартиры все пустые, то есть, здесь без мебели, есть, конечно, варианты, которые попадаются с мебелью, но, как правило, это все пустые квартиры, это полностью голые, ну, не голые стены, естественно, все, ремонт косметически все сделано, санузел и все подключено, свет все есть. То есть, ваша мебель, вы закупаете мебель, арендуете, не знаю, это уже, честно, предстоит такой вопрос в нас тоже, мы планируем, так открою вам чуть-чуть карты, в будущем году планируем съезжать на квартиру, планируем забирать ребенка, поэтому условия для того, чтобы забрать ребенка, зайдем, так сказать, наперед, нужно, чтобы было отдельное жилье, в общежитии никто прописывать не будет, в домах, в убытовниках, так тоже, ребенка никто прописывать не будет, ну, и мы, в принципе, этого не хотим. Вот, поэтому по съему квартиры такая вот система. Следующий вопрос, Татьяна Назаренко. Привет, ребята, у нас на следующий год есть необходимость забрать детей, могли бы вы провести анализ по возможностям, стоит ли, например, рваться вправу, по возможностям найти работу, школам для детей, съемок квартиры, ваше мнение, спасибо. Хороший вопрос, Татьяна Назаренко, честно, я так понимаю, точнее, у нас полностью с вами схожая ситуация, и, опять же, мы поехали сейчас тоже сами, потом планируем забирать ребенка, и тоже сейчас зондируем всю ситуацию, которая происходит здесь, в Чехии, опять же, по той системе, чтобы забрать ребенка и уже жить полноценной жизнью здесь, в Чехии. Попробовать, так сказать, себя. Насчет, ну, давайте по очереди, стоит ли, например, рваться вправу, по возможностям найти работу. Честно, я не знаю, стоит ли рваться, все рваются в ту праву, это аналогично тому, как в Украине рвутся все в столицу, в Киев. Ну, в принципе, нам и в Харькове было хорошо, мы не рвались. Я не считаю, что Харьков хуже, по возможности, чем Киев. Здесь очень много в Чехии тоже таких же крупных городов, как и Билзень, как и Брно, и мы очень много работаем, скажу, в тех же пригородах, где можно себя отлично чувствовать в том же, в любом городке, здесь любой маленький городок, населением от 10 тысяч, это полноценный город. У нас, допустим, нет такой возможности, если взять, допустим, любой же пригород с населением 10-12 тысяч в Украине, я опять же беру там сейчас Харьковскую область конкретно, чтобы в вашем городе был аквапарк, боулинг, был ряд супермаркетов со всеми ценовыми предложениями по акциям, отличные дороги, то есть отличные школы, медицинское учреждение, даже какие-то гимназии. То есть у нас в Украине такого, к сожалению, нет. То есть все едут в большие города. Здесь есть возможность, опять же, есть вообще деревни, деревушки, да, в которых можно, грубо говоря, жить себе спокойно, опять же, имеешь ты водительские права, автомобили вперед, катайся на работу, вообще никаких проблем. И, опять же, есть доправы, которые с работы развозят, довозят, забирают людей, спокойно везут на работу. И при этом, то есть можно найти нормальную, высокооплачиваемую работу, не по специальности, работать себе, снимать жилье доступное, реально хорошее, либо полдома снимать, допустим, какой-то деревни на природе, и при этом откладывать хорошие деньги. Ну, это, опять же, мое мнение. Мы в столицу не рвемся, пока на данный момент. Ценовая политика там завышенная, опять же, жилье, если там снимать в той же Праге, может варьироваться в среднем, потому что мы хотим вот 15 тысяч за двухкомнатную, допустим, квартиру. Это нужно, чтобы у вас работа была, оплачивалась минимум 30 тысяч хотя бы на одного человека, чтобы можно было как-то там себя хорошо чувствовать более-менее. Плюс всякие детям кружки и все остальное. Ну, опять же, продукты, питание, одежда, это в любом случае. Это мы, естественно, себе там, грубо говоря, пытаемся максимум там сэкономить, и то там в последнее время уже не сильно получается экономить, уже понравилось, купил, потому что есть возможность, те же там вещи, обувь, либо еще что-то наперед покупается. А на ребенке уже экономить не будешь. Поэтому я вам так скажу, тут нужно понимать по тех возможностях, которые у вас есть. Если вы хотите в Прагу, ну, пожалуйста, стремитесь, добивайтесь, все реально на самом деле. Поэтому тут бояться не нужно, и каждый, я думаю, из вас решит то, куда кому нужно рваться. В Прагу, Брнов, Пилзень, либо оставаться в пригороде. Вот нам сейчас отлично под Прагой, 40 километров от Праги, автобус полчаса. Если надо Прагу, сел, поехал без проблем. В дальнейшем, опять же, хочется просто взять, приобрести автомобиль, и вообще некогда от кого не зависеть, сел и поехал. Тем более авто здесь доступное, я думаю, не надо никому объяснять. Потому что стоимость здесь машины вообще очень такая доступная и дешевая. Можно с одной зарплаты сразу купить себе автомобиль. Для того просто, чтобы ездить. Вот, поэтому рваться стоит или не стоит, ну, это уже решите сами. Поживете, посмотрите, как вам удобно. Школы для детей. Школы для детей. Здесь, опять же, нужно тщательно подбирать школу. Чехи не любят школы, в которых есть цыгане. Да, это правда. Ну, Чехи, большинство, в принципе, чехов им не нравится. Так сказать, те города, в которых очень много цыган, потому что они не хотят работать, они сидят на пособиях, и Чехи таких людей не любят. Соответственно, они тоже с осторожностью смотрят на то, кто приезжает, и насколько они там хотят, так сказать, переносить какую-то липту в ихнюю чешскую, так сказать, экономику. Вот, поэтому при выборе школ выбирайте, ну, это, опять же, рекомендации от чехов. Это не мои рекомендации, я еще не знаю, мы только планируем тоже изучать этот вопрос по школам. То есть, выбирайте те школы, в которых меньше будет цыган. Да, это рекомендация чехов. По съему квартиры уже озвучил. Следующий вопрос, Цитрус, Цитрус. Добрый день, ребята, расскажите, пожалуйста, про медицинские страховки. Какая цена для детей? Спасибо. Цитрус, Цитрус. Вопрос очень классный, на самом деле, и очень актуальный. По медстраховкам, я вам обещаю, сниму скоро, уже в ближайшее время. Сейчас нарываю материал по поводу этих медицинских страховок, потому что вопрос очень серьезный, на самом деле. Скажу так, вкратце, медицинское страхование здесь обязательно, для всех абсолютно, кто бы ни приехал. Нет медицинского страхования, это равно депорту, то есть депортации. Поэтому здесь этот вопрос важен. Ценовая политика, скажу вам так, будет варьироваться только от наполнения, в зависимости от того, сколько ребенку лет, и в зависимости от наполнения спектра услуг. Это может быть просто профилактика, какой-то осмотр, либо это может быть какой-то там перечень предоставляемых таких же серьезных услуг, а-ля операций и всего остального. С этим вопросом более серьезно разберемся. Обязательно вам, не только вам, а всем запишу это видео, потому что это на самом деле интересная тема, которая касается и не только вас, а и даже нас тоже, и всех-всех-всех. Поэтому обещаю, запишу. Следующий вопрос. Жадыра Жахина. Здесь несколько вопросов. Если не знаешь языка, нормально ли можно адаптироваться? Я вам так скажу. Все приезжают, не знают языка. В любую страну, куда бы ни приехали, какие-то базовые английского знания, если есть, это вообще супер. Если нет, ничего страшного. Главное не бояться. Да, мы тоже не знаем языка, но мы уже понимаем хотя бы какое-то там примерное понимание, что, о чем разговор и так дальше. При этом же не забывайте, если вы приехали сюда и не хотите адаптироваться, то здесь делать нечего. Нужно обязательно хотя бы там посмотреть какие-то ролики в Ютубе. Не обязательно там смотреть их изначально до поездки, а, конечно, уже здесь непосредственно в Чехии, потому что будут попадаться чешские слова. В реальности это лучше всего усваивается, когда вы где-то что-то услышали, а еще при этом посмотрели. Чем больше этих слов вы будете пропускать через себя, тем быстрее вы адаптируетесь уже в этой стране и больше будете понимать, уже в скором времени говорить. Это факт, да. Плюс ко всему, желательно, конечно, попасть вообще в какое-то чешское общество, завести чешских друзей, чтобы помогали вам в этом как бы правлении. Поэтому здесь ничего сложного нету. Не знаешь языка, но все, в принципе, так приезжают, и все вообще первый раз как Муму там ходили. Если взять, опять же, сейчас дальше будут вопросы, сейчас расскажу. Если взять просто люди, которые ходили, и ничего вообще, ноль на массу. Есть люди, которые там прожили, уже получили ПМЖ, прожили по 7 лет, при этом не знают вообще элементарного знания. Хотя, опять же, ПМЖ получить тут не так просто. Тут нужно либо корни какие-то иметь, либо хорошо сдать экзамен по чешскому языку. Поэтому здесь все очень в этом плане серьезно. Второй вопрос. Возможно ли, работая там, подкопить деньги? Ж.Д. Рожахина. Возможно. Да. Ну, как правило, в большинство, я думаю, процентов 90 сюда едет за этим. Подкопить денег, заработать денег, при этом достойно работать, достойно жить и как бы нормально себя чувствовать. Ну, по крайней мере, мы так делали. Поэтому основная цель, опять же, кто не помнит, у нас это покупка жилья. Ну, по крайней мере, пока в Украине хотим купить, а там уже будет видно. И основная цель – это собираем деньги. Да, все реально, все возможно. Какие там люди? Нормально ли относятся к приезжим? Ну, люди, в принципе, как и везде. Это, знаете, я вам так скажу, мы были в трех разных городах, на трех разных работах. Первая работа, ну, опять же, да, я понимаю, что мы приехали на тот же Пилзинский край, граница Германии. Нам показалось в первый раз, что люди там какие-то суровые и не хотят общаться. Но я понимаю, все прекрасно, потому что мы вообще не знали ничего. Никакого языка, никаких элементарных азов там. Ну, как-то все очень было тяжело. Но, опять же, те же поляки, те же словаки, некоторые люди пытались общаться. И до сих пор, кстати, общаемся. И добавляемся там в друзьях, в соцсетях. Есть общение какое-то. Но это, опять же, все зависит от человека. Здесь уже ближе к центру, ближе к столице. Ну, наше мнение, люди более-таки раскованные. Уже больше им интересно, откуда приехали, почему приехали, какие там ситуации в стране вашей творятся. Допустим, там какие-то там сейчас политические события, те же выборы там новые, президенты и так далее. То есть им самим интересно. Опять же, есть старшее поколение, которое это все пропускает так с осторожностью. Молодые люди, в принципе, по барабану они общаются на любые темы. Им все интересно. Поэтому, как сказать, какие люди, такие же, в принципе, как и у нас. Есть и суровые, есть и хорошие, есть и плохие. В принципе, как и везде. Поэтому тут нормально они к приезжим относятся. Все зависит от вас, как вы себя поведете. Если вы будете там агрессивничать или как-то себя неправильно вести, ну, соответственно, с вами никто даже общаться не будет. И будут тыкать пальцами и говорить, что вот этот человек какой-то вообще неправильный и вообще он тут не нужен. Поэтому все реально зависит от вас. Люди здесь нормальны. Так, следующий вопрос. Говорят, зима там теплая, зимнюю обувь не носят, входят в пальто. Правда это? Ну, так скажу. Зима здесь теплая, может быть теплая. Мы приехали 1 февраля, выпало снега очень приличное. Приехали в зимние обуви, в зимних куртках. Я бы не скажу, что здесь она сильно отличается от нашей зимы. Да, не 40 сантиметров снега, может быть. Но опять же, здесь все чистится, убирается. В пальто людей, по крайней мере, не видел прям в зиму. Ну, это разве что. Кто-то на авто, на машине ездит, на работу, и поэтому выбежал, быстренько перебежал, там, может быть. На самом деле, ну, я не знаю, какая зима у вас, там, в Казахстане. И поэтому, здесь зима, как зима везде. То есть, вот сегодня дождь уже лупасит, уже второй день, даже, наверное, третий день. Вот, такой холодный. Завтра передают, вообще, минус один ночью. То есть, такая погода, в принципе, как и везде. Вот, поэтому зимнюю обувь не носят, то нет, носят, и продается эта обувь и достаточно в большом количестве. Поэтому, все как во всех странах, в принципе. Ну, там, где есть зима. Вот, вещи теплые берите, кто там едет в зимний период, лучше их потом привезете домой, и все. Вот, ребят, в принципе, вот все вопросы, которые собрались за парочку недель, вот, это у нас такой первый эксперимент. Надеюсь, он был успешным. Еще один, там, сказать, не вопрос, а совет, точнее, совет, пожелание было от одного подписчика, моего личного, моей дочки. Просила передать ей привет. Марьяша, привет тебе большой. У нас все хорошо, еще зазвонимся, поговорим. Вот, что сказать? Вам спасибо за просмотр. Если понравилось данный такой наш эксперимент с вами, то ставьте лайки, если что-то не понравилось, или есть какие-то пожелания, либо просто хотите что-то написать под видео, пожалуйста, пишите комментарии. Мне было приятно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, в дальнейшем будем продолжать там в таком же ключе. Может, там выйдем когда-нибудь на какую-то трансляцию. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.